СЕКТА ВЛОГ Здравствуйте! Это программа Секта Влог. И сегодняшним выпуском мы открываем целый цикл под названием «Я забираю ваши деньги», который всецело будет посвящен СС Коновалову, целителю из Петербурга, который проводит свои творческие встречи в юбилейном. В интернет-пространстве про Коновалова сказано мало, поэтому родственники адепта просто не знают, что им делать. То ли вывезти своего родного из-под влияния этого целителя, или оставив все как есть. В первой части мы расскажем об объективных причинах опасности данного культа и что он в себе несет. Первой опасностью я бы назвал отношение к традиционной медицине. Прочтем пару цитат. Медицина не знает, что такое здоровье, она не может объяснить себе и болезнь. Игра на ощупь, удары по хвостам болезни, срезание ее веточков и цветочков, и так далее, и тому прочее. Болезнь коварна, а у медицины нет средств, которые помогли бы справиться с ней. Коварство болезни в том, что источник ее невиден человеку, а ее внешние проявления, которые затушиваются лекарствами, и сглаживаются операциями, лишь надводная, видимая часть огромного айсберга. Да, мы будем придумывать самые совершенные лекарства. Да, мы постараемся войти в ядроклетки, в ее ДНК и найти там ген старения, ген какой-то болезни. Но это не поможет. Это не спасет никого. Тут ярко показано, что медицина ничего не может, ни на что не способна, и даже если будет развиваться, она все равно не вылечит человека от недуга. Теперь прочтем, а что пишут его пациенты. За это время лекарств вообще никаких не принимала, даже тогда, когда перелом был, температура за 40. Вы меня, дорогой доктор, вытащили. Хочу рассказать о внучке. С самого рождения ей врачи поставили диагноз. Энцефалопатия. Назначили физиотерапию и уйму лекарств, но мы ей ничего не давали. С первого же дня она спит на буклетах и пьет водичку с сеансов. Звучит страшно. Но может это люди заблуждаются, а как сам Коновалов думает про свои методы лечения? Что он про них говорит? Давайте прочтем. Самый надежный и верный путь на сегодняшний день – это энергетическое, очное и заочное лечение. Да, никакая клиника мира традиционной медицины не способна даже приблизиться к таким результатам. Ни сегодня, ни в далеком завтра. Другого пути у тебя нет, дорогой мой человек. У меня на сеансах частенько бывает, когда самые страшные болезни уходят буквально за несколько часов, то есть за один цикл лечения. Нам понятно, что его учение намного лучше, чем медицина. Надо отметить, что Коновалов все время подчеркивает, мол, надо совмещать его практику с обычным лечением, что сам он за медицину. Но вот эти цитатки говорят об обратном. «Сущность современного хронического тупика традиционной научной медицины лежит в ограниченности ее взгляда на человека, в основном как на физическое тело». И далее Джинес Кобзасов, коллектив пишет, который редактирует его записи. Доктор Коновалов сумел отказаться от традиционных взглядов, обратиться к истокам вещей и посредством собственной практики разработать уникальную концепцию болезни и здоровья, входящую в общую систему мироздания. Дальше другая цитата. Он сам пишет в свои воспоминания. Когда я понял, что весь институт медицины, собрав воедино всех лучших своих представителей и все самые лучшие лекарства, не в состоянии спасти конкретного больного от хронического заболевания, я решил уйти. Уйти не от больного, а от тех взглядов, представлений, которые вкладывали в меня на протяжении всех 20 лет моей жизни в медицине. После всего этого у адепта, ну большинство из них это пенсионеры, возникает убеждение, что медицина не спасет, да еще и покалечит, вырежет что-нибудь. А если заниматься по-коноваловски, так точно от болезни избавишься. Тогда зачем вся эта медицина и таблетки? Зачем тратить пустую время и деньги, если это не помогает? Ну, надо отказаться. Я надеюсь, что все осознают опасность отказа людьми пожилого возраста от нормального лечения и к чему ведет этот отказ. Следующая опасность возникает, когда на одной жилплощади живет больной онкологией и пациент Коновалова. В чем заключается данная опасность? Ответ находим в книге «Диалог с доктором», часть 4. Человек, прикасаясь к тем или иным вещам, предметам или просто пребывая в помещении, или передвигаясь по улице, всегда оставляет свой информационный след. А это значит, что находиться в постели с больным онкологией не следует. «Я не рекомендую постоянно находиться в одной комнате с данным больным. Необходимость вашего присутствия должна определяться объемом той помощи, которую вы можете и должны ему оказать. Помните, что все вещи и предметы, с которыми на протяжении длительного времени предоприкасался ушедший в мир иной больной онкологическим заболеванием, могут служить источником возникновения данного заболевания у того человека, который будет пользоваться им». Представляете, что значит ограничить в живом общении больного онкологией? Оставить его на один на один с болезнью? Это просто бесчеловечно. Хотя, всем давно известно, что онкология не передается от человека к человеку никаким путем. А заразиться онкологией просто невозможно. И последняя опасность. Ну, тут даже ничего объяснять не надо. Прямым текстом написано. Никогда не делайте того, чего вы не запланировали. Часто случается, что люди неожиданно просят вас о чем-то. Предлагают сходить куда-то, говорят, что нужно кого-то выручить, куда-то для этого сходить, что-то сделать. Обязательно откажитесь. Все неприятности, аварии, несчастные случаи происходят именно случайно. Случайность – один из врагов вашего благополучия. Вот и выпуск секта влога подходит к концу. И надо как-то обобщить все сказанное. Пожалуй, так. Опасность данного культа в том, что адепт становится асоциальным. У него панический страх буквально ото всего – больниц, поликлиник, врачей, хирургов, лекарств, метельно больных и просьб. В своей идеологии Коновалов убеждает пациентов, что данное учение – единственное учение, способное спасти. Что нет ничего дороже, чем своя собственная жизнь. Что не надо думать о смерти. Он называет это великим проявлением любви к окружающим. Но все прекрасно понимают, что это чистой воды эгоизм. А в следующем выпуске мы расскажем биографию Сергея Сергеевича и как он докатился до такой жизни.